Всем привет, меня зовут Александр, я преподаватель SMM-курса в компьютерной школе Гилель. Сегодня мы переходим к третьему занятию, посвященному аналитике в Facebook. Ранее мы уже поговорили с вами о том, что такое Facebook Page Dashboard и что такое Facebook Insights, о том, какие показатели они содержат и зачем они нам нужны. Теперь предлагаю поговорить более детально о рекламном кабинете, как о третьем источнике данных для аналитики и о показателях, которые мы можем увидеть непосредственно в нем, а также о их взаимосвязи. Начнем с самого первого показателя, который крайне важен всегда при аналитике. Это цена за 1000 показов, либо же Cost Per Mile. Что это такое и зачем нам нужно? Прежде всего, стоит отметить, что Facebook всегда нас снимает деньги за показы, которые нам он дает. Потом он уже, да, пересчитывает целевое действие, за которое мы хотим ему платить, но базовое всегда все равно берется во внимание то, сколько Facebook обошлись 1000 показов вашей рекламы. Соответственно, если вас кто-то спросит на собеседовании о том, какой показатель самый важный с точки зрения аналитики в рекламном кабинете, незадумываясь, можете отвечать CPM. CPM рассчитать достаточно просто. Во-первых, его можно и так увидеть уже автоматически вычитан внутри рекламного кабинета, но можно перепроверить и самостоятельно. Делаем это очень просто. Берем бюджет, который мы потратили, к примеру, на промотирование какой-то конкретной компании, либо же в целом за весь период, и делим на показы, которые мы получили по этой конкретной компании, либо же по периоду, который мы анализируем в целом. Далее необходимо не забыть умножить на 1000, потому что в противном случае вы получите цену за один показ, а не за 1000 показов. Что же влияет на CPM? На самом деле CPM это тот показатель, который можно сказать нам много о чем, ведь на него много что влияет. Первое, что чаще всего влияет на CPM, на цену за 1000 показов напоминаю, это факторы сезонности. Во-первых, у вашего продукта может быть какая-то своя определенная сезонность, а значит и у вашего конкурента эта сезонность тоже присутствует. Это значит, что в какой-то конкретный момент времени вы, как и ваши конкуренты, будете активно вкладывать деньги в промо своих публикаций, например, и конкурировать за один определенный сегмент целевой аудитории. Более того, внутри Фейсбука есть еще такое понятие, как общая сезонность. К примеру, чаще всего цены за 1000 показов растут в летний период и в декабрь. Почему так? Потому что летом выходит очень много рекламодателей, которые, как правило, весь основной год молчат. Они вкладывают достаточно большие объемы бюджетов. К примеру, пивная категория, либо же категория оплоходительных напитков. В декабре, как правило, просто все продают все, что только можно перед праздниками, поэтому этот период тоже большой конкуренции в аукционе. Второй фактор, который влияет на стоимость за 1000 показов, это объем аудитории. Чем уже ваша аудитория, на которую вы таргетируетесь, тем, как правило, дороже цена за 1000 показов. Чем ширена, соответственно, тем дешевле цена за 1000 показов. Третий фактор, который влияет на себе, это тип формата, который вы используете в своих постах и запускаете на промо. Почему так? Потому что разные форматы рекламы и типы постов имеют свою цену за 1000 показов. К примеру, как показывает практика, самые дешевые форматы постов – это видеоформаты и посты с статической картинкой, при условии, если на них немного текста. Самыми тяжелыми, соответственно, самыми дорогими в промо, как правило, являются различные нестандарты. К примеру, посты с картинками 360. Для Facebook они достаточно сложные, их задача, поэтому не столько собирать охваты, сколько собирать вовлечения. И последний показатель, который, как правило, тоже влияет на CPM – это качество креатива. Здесь необходимо помнить о самом главном правилах Facebook, которые хоть и отменили, но все еще продолжают действовать. Это правило 20%. То бишь, если на вашем изображении более 20% текста, вы будете получать штрафы в цене за 1000 показов. Соответственно, и CPM будет дороже. Какой порядок аналитики изменения CPM? К примеру, вы выстроили для себя график, который анализирует период за 6 месяцев. И вы видите определенные колебания в цене за 1000 показов. Анализируем по следующему алгоритму. Сначала смотрим. Данный период, когда были, например, слишком высокая цена за 1000 показов, попадает в высокий сезон для вас или низкий? И попадает ли он в высокий сезон для Facebook в целом или же в низкий сезон? Второй фактор оценки – это, конечно же, объем аудитории. Соответственно, проверьте, не сужали ли вы этот период свою целевую аудиторию. Далее вы смотрите на то, а какие форматы вы запускали в период, который анализируется. Возможно, будет такая ситуация, что вы заметите, что просто в период, который вы анализируете, и когда вы видите этот скачок в CPM, у вас слишком много было нестандартных, достаточно тяжелых по стоимости. Третий этап анализа изменения CPM – это смотрим на то, какие форматы постов мы запускали в период, который анализируем. Может оказаться такая ситуация, что именно в тот месяц, когда вы видите скачок в цене за 1000 показов, вы просто запускали слишком много нестандартов и очень мало видео и статических изображений. Ну и далее, уже лишь последним этапом мы смотрим на то, а в период, который мы анализируем, как было у нас дела с креативами, было ли много текста на них или нет. Второй показатель, который мы чаще всего можем вытащить с рекламного кабинета в Facebook – это цена за 1000 охваченных пользователей, либо же, проще говоря, CPR. В данном случае этот показатель нам говорит о том, сколько стоило нам охватить 1000 пользователей. Данный показатель очень плотно взаимосвязан с CPM, потому что он является производной от CPM и чистоты. Поэтому первая формула, которую необходимо запомнить в рамках данного занятия – это CPR равно CPM умножить на чистоту. Если у вас нет данных о CPM и нет данных о чистоты, вы можете все равно высчитать цену за 1000 охваченных пользователей. Для этого мы берем бюджет, потаченный на промо-компании, либо же всех компаний, в период, которые анализируете, и делите на охват за данный период, либо же по конкретной компании. И снова-таки умножаем на 1000, и таким образом получаем CPR. О чем говорят для нас изменения в CPR, если мы снова выстроили для себя график, чтобы посмотреть динамику, и видим позитивные, либо же негативные пики с CPR. Во-первых, что такое, почему я все время говорю позитивные или негативные? Вы, как правило, можете иметь примерно один средний уровень CPR на протяжении длительного периода, но у вас могут быть ситуации, когда у вас есть большое отклонение вверх, то есть стоимость увеличения цены за 1000 охваченных пользователей, либо же вниз, то есть удешевление. Соответственно, вам нужно понять, что вызвало вот эти вот пики, о которых я часто уже говорил. На CPR влияют два показателя, это несложно догадаться с формулы. Цена за 1000 показов, соответственно, изменение в ней, либо же изменение в частоте. Третий показатель, на который стоит обращать внимание в рекламном кабинете, это цена за клик по ссылке, либо же CPC. А о чем говорит нам для нас данный показатель? Прежде всего, он говорит о том, сколько нам обходится один клик по ссылке. Рассчитываем его очень просто. Мы берем потраченный бюджет, делим на количество кликов по компании, которую анализируем, и видим в итоге, сколько нам стоит один клик. Что влияет на CPC? Прежде всего, такое показатель, как CTR. Показатель кликабельности. Он говорит то, насколько данное объявление привлекательно для вашей целевой аудитории, на которую вы таргетируетесь. Второй показатель – это размер целевой аудитории. Чем уже целевая аудитория, тем дороже будет стоить клик. Чем шире она, тем будет дешевле, соответственно, клик. Но всегда берите во внимание, зачем вы запускали эту компанию. В данном случае мы говорим чаще всего о компаниях трафик на сайт. Если ваша задача – получить просто максимально много трафика, тогда, конечно же, вы гонитесь за максимально дешевой ценой за клик. Если ваша задача – получить конверсию, тогда вам по факту уже все равно, сколько будет стоить цена этого клика. Главное то, сколько эта компания приносит вам конверсий на сайте. Третий показатель, который может влиять на CPC – это частота показа объявлений. Чем выше частота показов, тем выше стоимость за клик. Потому что банально Facebook нам все время закупает все больше и больше показов. Третий показатель, который влияет на стоимость цены за клик – это то, насколько активно пользователь взаимодействует с данным объявлением. Точнее говоря, реакции людей на это объявление. Если пользователи ставят вам позитивные реакции на конкретное объявление, которое вы запустили, это, конечно же, уменьшает стоимость цены за клик. Если люди ставят негативные реакции на ваше объявление, это будет поднимать стоимость цены за клик. Я упомянул вскользь такой термин, как CTR. Да, это еще один показатель, который мы можем увидеть в рекламном кабинете. Показатель кликабельности. Он по факту говорит нам о том, насколько наше объявление интересно людям в Facebook. Высчитываем CTR очень просто. Мы берем количество кликов по конкретному объявлению, либо же группе объявлений, которые мы анализируем, и делим на охват и умножаем на 100%. Таким образом, мы получаем некое процентное значение. Это процентное значение может быть разным, но, как правило, оно в границах от 1 до 2. Это является оптимальным значением CTR для типа компаний «Трафик на сайт». Если CTR выше 2, круто, это означает, что объявление хорошо зашло, и так держать. Если же объявление на уровне 1% и ниже, стоит задуматься, возможно, что-то поменять необходимо в креативе, либо же вообще в настройках таргетирования, потому что оффер может быть нерелевантен целевой аудитории. От чего зависит CTR? CTR прежде всего зависит от оценки актуальности. Достаточно такого непонятного и сложного, не до конца раскрытого Facebook термина. По факту, это некая система оценок, которые Facebook присваивает вашему объявлению от 0 до 10. Он, как правило, вычисляет это на основании того, насколько ваше объявление интересно в период первых 500 показов, то есть как пользователь взаимодействует с вашим объявлением. Кроме оценки актуальности, на CTR будет еще напрямую влиять тот креатив, который вы используете для конкретной кампании, то бишь изображение и текст. Поэтому рекомендуют и проводить оботтестирование ваших объявлений, чтобы понять, какое объявление более привлекательно для целевой аудитории, генерирует вам больше трафика, либо же больше конверсий. Знание данных, показатели, которые можно увидеть в рекламном кабинете и взаимосвязи между ними, поможет вам намного качественнее анализировать те отчеты, которые вы будете получать, и понимать, что происходит с вашими кампаниями в целом и насколько они эффективны. Надеюсь, наши занятия по аналитике были для вас полезны. До встречи на следующих видеоуроках. Субтитры создавал DimaTorzok